Страшные ДТП в центре города и опять смерть на пешеходном переходе. Об этом и не только расскажу. В ближайшие минуты вы смотрите «Давича». Меня зовут Наталья Бакерина. Здравствуйте. Почти миллиард рублей должны жители области фонду капремонта. В свою очередь фонд не отработал все объекты. Депутаты задумались, как решить проблему. Сегодня в центре города погибла молодая кировчанка. На перекрестке Воровского и Володарского девушку сбили на пешеходном переходе. По предварительным данным, иномарка Митсубиши управляла женщина. По словам очевидцев, она даже не пыталась затормозить. От полученных травм девушка-пешеход скончалась на месте. По факту аварии проводится проверка. Тем временем, за 11 месяцев этого года на дорогах Кирова погибли 18 пешеходов. Госавтоинспекция напоминает, что перед тем, как перейти дорогу, нужно убедиться в своей безопасности. Кировская область Записаться на вакцинацию можно по телефону 122. Как только поступит первая партия с препарата «Спутник Ви», прививки начнут делать в 12 специально оборудованных пунктах по всей области, в том числе и в Кирове. Отработана полностью холодовая цепь. Вакцина будет централизованно поступать на наш государственное учреждение «Опечный склад». Дальше с соблюдением холодовой цепи она поступит на те самые 12 прививочных пунктов, где, в общем-то, и будет происходить вакцинация. Новогодние каникулы – это миллиарды рублей убытков. К такому выводу пришли некоторые финансисты. Кстати, в начале следующего года россияне будут отдыхать аж до 11 января. Каникулы до 8 числа плюс два дня выходных. Депутаты Госдумы и финансисты считают, что такие длинные праздники принесут вред и экономике, и здоровью людей. В последнее время все чаще звучат идеи сократить выходные. Тему продолжит Елена Шарагина. Доедать прошлогодние салаты, кататься на ватрушках и ходить в гости. Пожалуй, это самый популярный сценарий на новогодние праздники. Кто-то предпочитает первую неделю года проводить за границей, но точно не в этом году ехать некуда. Да нынче и по гостям-то ходить не рекомендуется. Так это что получается? Опять две недели дома придется просидеть? Давайте разбираться. И в первую очередь в себе. Как говорит психолог Лариса Кочурова, не важно сколько дней мы отдыхаем, важно как мы это делаем. Мы берем так называемый очередной отпуск, к которому серьезно готовимся, ставим какие-то цели, планы. И поэтому к новогодним каникулам нужно с таким же почтением относиться, планировать, осуществлять какие-то проекты, завершать, начинать их, общаться с приятными, полезными людьми. Пока люди погружаются в новогоднюю атмосферу, покупают подарки, наряжают елку, экономисты погружаются в расчеты. Для них праздники – это не веселье и отдых, это убытки, причем миллиардные. По некоторым расчетам ежедневно уходит до 300 миллиардов. Такие данные привел финансист Нарека в океан. За все каникулы экономика теряет до 3 триллионов рублей. Но за счет того, что россияне с удовольствием тратят деньги, эти убытки компенсируются. Поэтому для отдыха достаточно и трех дней, считает финансист. Допустим, есть какое-то предприятие А. Оно, допустим, производит там, ну, вагоны, к примеру. Допустим, оно в день производится на 100 миллионов рублей вагонов. И вот давайте представим, что, значит, 9 дней подряд она эти вагоны не производит. Соответственно, ее убытки составят 900 миллионов рублей. Экономика теряет вот эти самые 900 миллионов рублей. Каждый год параллельно с подготовкой к Новому году россияне обсуждают необходимость длительных выходных. Календарной вакханалией назвал депутат Госдумы Ярослав Нилов то, что сейчас происходит. Речь идет о 31 декабря. Последний день уходящего года во многих регионах объявили всеобщим выходным. Поэтому создалась путаница, объяснил депутат. Те, кто придут 31 декабря работать, полноценной работы не будет. А это и нагрузка на экономику, и это удар по производительности труда. Мы предлагали, не нарушая количество нерабочих дней в году, обязать правительство обеспечивать перенос всегда таким образом, чтобы 31 декабря было выходным. Кстати, не всегда россияне так долго отдыхали после Нового года. Был период в советское время, когда 1 января все, как обычно, выходили на работу на заводы. А до революции этот праздник вообще не вызывал такого ажиотажа, как сейчас. Это был даже не совсем полноценный праздник, скажем так. Да, это была возможность немного отдохнуть, немного подвести какие-то итоги. Но каких-то масштабных торжеств, масштабных гуляний, а также масштабных празднований в течение длительного промежутка времени не было. То есть могли там день-другой, конечно, отдохнуть. Тут зависело от того, на какой должности человек работает. Некоторые вообще предлагают отменить праздничные выходные. Депутат Госдумы Геннадий Онищенко заявил, большая часть вызовов скорой в начале января связана с алкогольными отравлениями и травмами, полученными в пьяном виде. Такого же мнения Михаил Горбачев. Он заявил, многие люди в этот период бездельничают или вовсе уходят в запои. Тем не менее, в последние годы все больше россиян предпочитают жертвовать выходными ради денег. По данным опроса сервиса Работа.ру, подзаработать в праздники планируют 58% граждан. При этом 22% планируют выйти на работу 1 и 6 января. Неделю или два дня Новый год в России отмечать привыкли с елкой дома. Для любителей живых красавиц далее важная информация. Елочные базары в Кирове начнут работать с 20 декабря. Об этом сообщают в администрации города. Всего в Кирове будет 10 таких торговых точек. Продавать новогодние ели будут до 31 декабря включительно. Полный список адресов размещен на сайте мэрии. Судя по списку, базары будут расположены во всех районах города. Власти напоминают, что у продавцов на руках должны быть все необходимые документы для торговли елками. Кировчане задолжали фонду капремонта 848 миллионов рублей. К такой сумме подобрался долг с основания фонда с 2014 года. Но и сама организация с жителями региона не рассчиталась, не проведено множество работ. Проблему уже вынесли на рассмотрение областного ЗАГСобрания. Что выяснилось, смотрите далее. Кировчане должны фонду капремонта. Это факт. И задолженность эта до 2020-го росла на 100 миллионов рублей в год. Но фонд отвечает взаимностью. Невыполненные работы тянутся аж с 2016 года. Такими итогами возмутились депутаты областного законодательного собрания на Комитете по промышленности. В ответ со стороны фонда новые обещания. Мы все 4 миллиарда 300 миллионов рублей планируем в свой 21-м году. В соответствии с рактосрочным планом. Соответственно спленировали свою работу и начали ее уже в апреле месяце. То есть все проблемы за все годы фонд обещает решить в предстоящем 21-м. И вроде как уже начал решать с этой весны. Но депутаты не верят. Тем более, что объем работы обещают увеличить в разы. 4-300, которые вы хотите освоить, это много. И мы уже от руководителей фонда, от представителей министерства вашего слышали много раз, что мы сделаем, мы добьемся 100% реализации. Кузьмин после того, как он 100% реализацию пообещал, ушел в отставку. И это еще одна проблема. У фонда капремонта в очередной раз нет руководителя. И депутатам так и не ответили. А когда он появится? И в целом непонятно, что мешает фонду выполнять свои обязательства. Откровенного диалога не получилось. Но есть и радостные новости. К юбилею города на деньги фонда отремонтируют фасады 152 домов Кирова. И это будет качественный ремонт. Вышла информация в СМИ, уж не знаю откуда. И урбанисты, и общественники начинают бить тревогу. Старинки закатают опять в эту туалетную плитку. Ну, как они говорят, да. Поэтому, коллеги, вот давайте на упреждение работать. Если у вас какая-то идея появилась, вы выйдите на городские сообщества, обсудите. В целом, после рассмотрения вопроса о капремонте в профильном комитете составили свои рекомендации. В том числе усилить контроль за качеством и сроками работ. Документы будут направлены в адрес областного правительства, фонда капремонта и муниципальных образований. Кировчанка просит помощи у горожан. Почти две недели Вера Тимохина не видела своего сына, шестилетнего Вадима. Согласно решению суда Ленинского района, ребенок должен проживать с матерью. Но 19 ноября после свидания отец не вернул сына маме. С тех пор он скрывает его местоположение, где ребенок неизвестно. У судебных приставов и матери ребенка есть основания полагать, что мальчика укрывает неизвестное лицо, возможно, даже не родственник. Вероятно, на съемной квартире. Вера Тимохина заявила, что в качестве требования мужчина просит возвращения в семью. По словам мамы, ребенок нездоров, он нуждается в постоянном медицинском наблюдении. Кто сейчас находится рядом с моим сыном, помогите, пожалуйста, войдите в положение меня как матери, в положение моего сына. Сейчас он не видит ни маму, ни папу. Уверена, что он напуган и не понимает, в чем сейчас дело, почему он находится у посторонних людей. Помогите, пожалуйста. И мы хотим обратиться к жителям города Кирова и Кировской области с просьбой оказать нам содействие в розыске Вадима Тимохина. И если у вас есть какие-то сведения о месте нахождения ребенка, позвоните нам по телефону дежурной части управления 48 99 05. Анонимность гарантируется. Если мама на лекции, в России предлагают организовать ясли при вузах страны. Есть ли на этот спрос в Кирове? Об этом не только. Уже совсем скоро не переключайтесь. Это «Давичи» и мы продолжаем. Процесс по делу экс-полицейских, задержавших журналиста Ивана Голунова, начнется 14 декабря. Открытое заседание пройдет в Московском городском суде. Об этом пишут федеральные СМИ со ссылкой на пресс-службу ведомства. Денис Коновалов, Акбар Саргалеев, Роман Феофанов, Максим Умедбаев и Игорь Лиховец, фигуранты резонансного дела, об аресте журналиста Ивана Голунова. Их обвиняют в превышении должностных полномочий и незаконном обороте наркотиков. Кроме того, следствие считает, что именно они подбросили журналисту запрещенные вещества. Иван Голунов был задержан 6 июня прошлого года по подозрению в сбыте наркотиков. Через пять дней под давлением общественности журналиста отпустили. Сам Голунов заявлял, что связывает преследование со своей профессиональной деятельностью. Тарифы за мусор возможно увеличатся. Речь идет о частном секторе и предпринимателях, например, владельцах автомоек и ритуальных услуг. Они стали больше мусорить. К такому выводу пришли эксперты Нижегородской компании. На территории области они проводили замеры накопления отходов в течение года. От этого напрямую зависит тариф. Но даже если он увеличится, значит ли это, что жители области в 2021 году будут платить за мусор больше? Ответы на эти вопросы у моей коллеги Евгении Бакиной. Подрядчик из Нижнего Новгорода в течение года изучал, как мусорят кировчане. Зимой, весной, летом и осенью специалисты следили за контейнерными площадками в 13 городах Кировской области. Они измеряли объемы и массу ТКО. В итоге пришли к выводу, что жители частного сектора в Кирове и Кирово-Чепецке стали больше мусорить. Поэтому для них возможно увеличится норматив на 19%. На 15-20% увеличатся показатели для ритуальных организаций и для тех, кто занимается автомойками, автозаправками и автомастерскими. То есть в конечном итоге плата за вывоз мусора для них может увеличиться. Но есть и снижение норматива. Нормативы для категории предприятий торговли – продовольственные, промтоварные магазины, супермаркеты. Значит, нормативы уменьшились в несколько раз от 8 до 10 раз. Значит, уменьшились также нормативы для образовательных организаций почти в полтора раза. Насколько изменится тариф на вывоз мусора, будет уже решать региональная служба по тарифам. Однако с 1 января плата для граждан, обещают власти, не изменится. Но во второй половине 2021 года повышение возможно, но не более чем на 4%. Увеличение платы граждан не будет ни при каких обстоятельствах. Потому что даже если увеличение тарифа и будет, значит, региональному оператору компенсация, значит, выпадающих расходов, она может двумя способами происходить. Либо в счет тарифов там следующих периодов, либо это могут быть субсидии за областного бюджета. Также благодаря исследованиям стало понятно, кировчане больше всего выбрасывают пищевые отходы, это 25%. Бумагу 18% и пластик это 15%. А в будущем сортировать отходы будет завод. Для промышленного объекта нашли 4 варианта площадок. Три точки будут находиться в Юрианском районе и одна в Кирово-Чепецком. Мы стараемся найти такой земельный участок, чтобы населенные пункты были подальше, ну как минимум хотя бы там полтора-два километра. Об этих объектах в правительстве расскажут позже, а новые нормативы ПТКО вступят в силу с 1 января 2021 года. Тихо у мамы экзамен в Госдуме вновь подняли вопрос о создании яслей при университетах для детей, родителей и студентов. С такой идеей выступил депутат Иван Сухарев. По его мнению, если для малышей организовать подобные садики, то молодые родители смогут спокойно воспитывать детей без отрыва от обучения. Можно ли в Кирове реализовать эту идею, выясняла Зоя Попцова. Создать семью во время учебы в ВУЗе решение похвальное считают в Госдуме. Но тут встает вопрос, как совмещать учебу и воспитание ребенка. Либо уходить на заочное обучение, либо брать академический отпуск. Но получается прервать полноценный учебный процесс. В Вятском государственном университете эту проблему решили. Привезти малыша на полдня и убежать на учебу вполне себе реально. У студентов-родителей, да и самих преподавателей есть возможность отдать детей в Центр дошкольной педагогики при ВУЗе. Его открыли пару лет назад, но учат здесь не только малышей, но и малыши студентов. Молодые студенты, которые учатся в университете, проходят практику как воспитатели. Это то есть кратковременное пребывание, то есть первая половина дня, либо вторая половина дня. То есть занимаемся с детьми, либо утро, либо вечер. Мы занимаемся с детьми, проводим разные диагностики, игры, как индивидуально, так и групповые. А вот в сельхозакадемии пока такого нет. Хотя попытка создать нечто подобное уже была, но не воплотилась в жизнь из-за сложности финансирования. По словам Елены Симбирских, затраты здесь большие. Найти подходящее помещение, создать условия, которые строго соответствуют СанПИН, найти персонал и создать фонд зарплаты. Но в будущем хотят реализовать эту идею. Важно с позиции, прежде всего, того, что дети находятся здесь, рядом. Это удобство транспортировки детей, возможность зайти к ребенку, посмотреть, чем он занимается, проконтролировать каким-то образом в течение дня. Это тоже очень важно. Для этого есть и помещение, и готовый проект. Идея принадлежит одному из преподавателей ВГСХ. Но вопросы аренды и согласования подходящего помещения с Министерством сельского хозяйства процесс длительный. Мы со своей стороны рассматривали такой вопрос, чтобы это помещение облагородить, благоустроить и разместить там вот эти дошкольные группы. Сложности – это финансовые сложности. То есть один из основных моментов – это именно привести помещение в соответствующее состояние. Но чтобы открыть полноценные ясли, а не простое учреждение по присмотру и уходу за малышами, в обязательном порядке нужно получать соответствующую образовательную лицензию. И пройти важные инстанции СЭС и Роспотребнадзор. Это очень непростой процесс. А кто будет все финансировать – пока не ясно. Зоя Попцова, Алексей Зырянов, Александр Брызгалов. Бюро новостей Дайвича. Делать новости вместе с нами теперь еще проще. Если вы стали свидетелем интересного события, у вас есть видео, присылайте его нам в WhatsApp или Telegram номер на ваших экранах. И мы покажем его в наших свежих выпусках новостей, обсудим и, возможно, сможем помочь в решении проблемы. А прямо сейчас смотрите новости бизнеса. В студии работала Анталия Бакерина. Всего доброго и до свидания. Палтус, тунец, белорыбеца – настоящий камчатский краб. И сразу несколько видов красной икры. Оттого и очереди в ДК железнодорожников. Всем хочется порадовать родных свежими, вкусными, полезными деликатесами с выставки «Рыба Камчатского края». Я беру икру, беру красную рыбу и беру палтус. Потому что там больше омега-3. Чивыча, конечно, на Новый год решила позволить. Я уже который раз сюда прихожу и покупаю. При взгляде на витрину слюнки текут. Более 20 видов морских угощений. Качественные и свежие. Гордостью нашей выставки является чивыча – королева всех лососевых. Очень вкусная, полезная, питательная рыбка. Улучшает уровень холестерина в крови. Наличие у нас является ассортимент из холодного копчения, горячее копчение, слабо посолено. Прекрасно смотрится на новогоднем столе. Успейте закупиться к Новому году. На выставке «Рыба Камчатского края» только с 8 по 13 декабря в ДК «Железнодорожников». Как часто мы приобретаем автомобиль? С какими вопросами сталкиваемся? Думаем ли о безопасности? Покупка нового автомобиля – это большое событие для каждой семьи. И, конечно, всегда хочется, чтобы приобретение было выгодным, а автомобиль надежным. Но, к сожалению, иногда все получается наоборот. Решился купить новый автомобиль «Рено Дастер». Наткнулся на объявление в интернете, что автомобиль продается со скидкой с хорошей 50%. Позвонил, поговорил с менеджером. Условия очень устраивали. Предложили даже оплатить дорогу до автосалона. По итогу, когда приехали, предложили внести предоплату. В итоге оказалось, что данного автомобиля в наличии нет. Предложили брать то, что есть. А предоплату отказывались возвращать. И в итоге пришлось покупать то, что было по наличию. Остался, конечно, не очень доволен поездкой и результатом своей покупки. Но что делать? Не везде работают люди честно, как бы хотелось это видеть на самом деле. На сегодняшний день серых продавцов очень много. Они привлекают клиентов низкой стоимостью автомобилей по сравнению с официальными дилерами. Бывает так, что автомобили вроде бы стоят дешевле, но за счет дополнительного оборудования вас обводят вокруг пальца. Следующая ситуация – это кредитные уловки. Вроде бы цена ниже, договор купли-продажи без нареканий, и вы оформляете покупку в кредит, а там внизу мелкой строкой прописан увеличенный процент. Опять обман. Еще один вариант – это подделанные документы. Серые дилеры нередко предлагают автомобиль, находящийся в залоге у банка. И после такой сделки в подарок у вас будет и стресс, и головная боль. Не ищите в этом выгоду. Бесплатный сыр только в мышеловке. Перед покупкой важно выяснить все детали, и чтобы быть точно уверенным в чистоте сделки, автомобили следует приобретать у официального дилера. Как понять, официальный дилер или серый? Внимательно изучите сайт производителя. Все официальные дилеры Рено представлены на сайте reno.ru. Также внимательно изучите договор купли-продажи. В договоре должен быть указан номер автомобиля, данные ПТС и вся его спецификация. Хочу напомнить, что Тексан Таргусар – это единственный официальный дилер Рено в городе Кирове и Кировской области. Мы гарантируем юридическую чисто сделки, честность и прозрачность. Берегите себя, свои нервы и свои деньги.